19 января начнет свою работу очередной 10-й юбилейный международный конгресс по репродуктивной медицине. И в преддверии этого знаменательного события Первый медицинский канал приехал к главному двигателю и идейному вдохновителю этого конгресса, к академику Лейли Владимировне Адамьян. Здравствуйте, Владимир Владимировне. Спасибо, что нашли время в такую горячую пору рассказать нам, открыть завесу тайны, что будет на юбилейном конгрессе. Я уже сказала, что он юбилейный. Честно говоря, мне трудно представить, как юбилейный может превзойти предыдущие конгрессы, потому что предыдущие я была по насыщенности, по содержательности, а не такие, что я не представляю, как можно сделать что-то еще особенное, еще более особенное. Будет отличаться он как-то? Ну, он юбилейный, потому что он десятый, а по значимости он юбилейный. Ну вот скажите, к дню рождения вы готовитесь к своему ежегодному, обычно, а к юбилею как-то идет переоценка ценностей. Приглашаются знаковые люди, те, которые что-то очень много сделали, или те, которые собираются что-то делать, или те, которые являются на высоте новостей, на высоте знаний, на высоте новых технологий. Это будет блестяще, как говорится. В прошлом году угвоздем программы был ваш шведский коллега Мац Брэнстром с блестящей лекцией, которая просто вызвала, по-моему, сенсацию, посвященной трансплантации матки с последующим рождением живого ребенка. Будет что-то такое вот из ряда вон, как в прошлом году, в этом году. Какие бы отметили вы вообще лекции? Вы знаете, да, профессор Брэнстром, он был в прошлом году, потому что в прошлом году родился впервые ребенок из трансплантированной матки. И не только там была проблема и потрясающая часть этого всего, что родился ребенок, а потому что это был, ну, я бы сказала, апофеоз технологии. Была пересажена матка женщине, у которой по природе своей не было матки. Да еще эта матка настолько великолепно работала, что она позволила дать жизнь, причем полноценную, ребенку. И матка была пересажена. Кстати, это все равно остается новостью. Конечно. Все равно остается новостью. Актуальность не исчезает. Просто он приехал к нам, вот только это собираюсь. Да, что это по всем новостям про победу. И это будет все равно обсуждаться. Потрясающая вещь. Представьте себе, матка 65-летней женщины, пересаженные 37-летней подруги. То есть это во всех смыслах, конечно. Благодаря современным технологиям удалось добиться там беременности. И эта беременность, благодаря, опять же, поддержке беременности, дошла до своего коронавируса. В программе вашего конгресса обозначена среди актуальных тем даже проблема материнской и детской заболеваемости и смертности. Это все еще остается проблемой. Ну, во-первых, во всем мире остается эта проблема. У нас повысилась рождаемость, у нас несколько снизилась материнская, не несколько, а значительно снизилась материнская смертность. Получили право гражданства дети, которые рождаются, экстремально низкой массой тела. И если в прошлые годы, когда мы только-только дали этому развитие и дали этому гражданство, а очень была высокая смертность и заболеваемость среди этих детей, сейчас это уже стало не просто экспериментом, а стало как гражданской позицией этого всего. Стало иметь реальные, хорошие... Ну, это законодательные тоже. Да, это законодательные. В этом году мы представляем данные о ЭКО не просто как методики. До прошлого, позапрошлого года экстраперпоральное оплодотворение было преимущественно в частных клиниках или в государственных клиниках третьего уровня, ну, как центра, общество и так далее. И никогда оно не поддерживалось по линии ОМС. Мы добились того, что программа принята по линии ОМС. То есть вы были причастны к принятию... Я была вообще, я очень горжусь тем, что я была причастна и к этому, и к созданию документальной базы, легитимной базы нашественного управления. Да, я могу себе представить, каких трудов это стоило. Мы будем говорить и об этом. Мы будем говорить о кадрах, мы будем говорить о документах, мы будем говорить о порядке оказания медицинской помощи вне и во время беременности. Мы будем говорить о клинических протоколах. Вот есть такие клинические протоколы по всем нозологиям НКБ. Что такое клинический протокол? Вы знаете, Марина, это то, что может спасти наше здравоохранение. Потому что, в принципе, в каждом учреждении, даже иногда на разных учреждениях, это жалко, свои стандарты и не стандарты, точнее. Да, свои стандарты. Один профессор одно, другой профессор другое, исходя из своей школы. И, наконец-то, у нас есть порядок оказания медицинской помощи для женщин, для спасения и для лечения женщин вне во время беременности, куда входят и вопросы диспансеризации, профилактики, лечения и так далее. Еще одно, это вообще-то государственная задача, которую вы взялись решать. А сейчас есть не я, это Министерство здравоохранения, я как главный акушер-гинеколог. В общем, непосредственно, это входит в мою обязанность, наряду с другими профессорами, другими кафедрами, регионами. Допустим, дается задание создать протокол по какой-то специальности и по какому-то нозологической проблеме. Мы примерно готовим этот протокол. Потом рассылаем на все регионы, получая ответ, что там правильно, может быть, есть какие-то вещи, которые неприемлемы для региона. Для региона, особенности какие-то. А рекомендация должна быть так создана, и она, в общем-то, издается профессиональным сообществом, то есть обществом акушеров-гинекологов, согласуется главным акушером и утверждается министерством. Я не могу сказать, что это приказ, но, с другой стороны, это рекомендация высшего общества. И если на местах вдруг оно не выполняется, то, не дай бог, если происходит какая-то проблема, то местные лидеры здравоохранения или местные доктора, они должны объяснить, почему они не выполнили эту рекомендацию. Тоже бывает. Что еще я хотела сказать, Марина, по поводу нашего юбилейного. Да, да. Будут проанализированы все самое прошлое, что у нас было на протяжении многих лет. От чего-то будет принято решение отказаться, отойти. Но какие-то вещи будут приняты, обсуждены за высоким круглым столом, потому что мы ждем 47 гостей, 47 звезд мировой репродуктологии. Это имеется в виду не участников, а звезд, выступающих. Звезд, да. Половина из них президенты своих национальных обществ. Основные все это ведущие ученые, хирурги, репродуктологи, акушеры. Имена, если их назвать, то, может быть, каждый из них был бы таким авторитетом, вокруг которого можно было бы создать конгресс. Кстати, мне показалось, что это новая вещь. Да, впервые на конгрессе у вас мастер-классы, будут и тренинги проходить. У нас бывали и раньше. Бывали и раньше, да. У нас бывали. Вот сейчас кто будет вести? Это формат. Это формат наших конгрессов, да. Наряду с большими лекциями у нас будут мастер-классы в исполнении и вместе с нами, естественно, для того, чтобы мы могли показать. И наш конгресс будет транслироваться. Транслироваться в регионы, транслироваться за рубеж. Мы покажем свое понимание, покажем, как это идет, интерактивное обсуждение. И практически каждый день будут мастер-классы. Кроме того, в течение полутора дней будет, опять же, наш конек трансляции из операционных прямо в зал. Потому что и в одной операционной будет, допустим, онкогинекология, в другой реконструкция матки или придатков. В третьей будут вопросы, связанные с гистероскопической хирургией. Потому что не все сидящие делегаты в зале одинаково готовы к очень сложным операциям. У каждого будет что подсмотреть для себя. И вот это вот посмотреть для себя будет в конце дня, когда будет прямая трансляция, возведено именно в рамк интерактивного общения. И каждый для себя вынесет home take message, с чем он поедет. И он решит свои собственные вопросы. Еще одно такое модно, актуальное, но на самом деле распространяющееся со скоростью направление, это роботическая хирургия и гинекология. У вас этому отдельное посвящено направление? Мариночка, значит, смотрите, к великому сожалению, как бы обещано, его, правда, три года ждут, но у нас пока в центре нет своего робота, но мы решили в этом году пойти другим путем. Мы берем сигнал из одной из лучших роботических клиник мира Америки. И у нас будет роботохирургия в прямой трансляции в наш зал. Но роботохирурги будут и в зале, у нас и фильмов много, и так далее. Но помимо этого он будет на интернет-стриминг в живом исполнении роботихирургии. В таком-то, в реальном времени. В реальном масштабе времени. А делаются ли операции, ну это на самом деле не так важно, но я просто хотела затронуть это направление фитальных острых проблем, которые тоже будут обсуждаться. Фитальные проблемы, как правило, фитальные хирургии не бывают острые. В фитальной хирургии будет профессор Депрест. Он главный фитальный хирург Европы. Профессор Ян Депрест. Он к нам приезжает все 10 раз. И каждый раз, когда он приезжает, он ведет и лекции, и опять же как мастер-класс с нашими учеными, и с нашими акушерами. И отрабатываются алгоритмы. Когда брать эту пациентку на фитальную хирургию. О какого рода патологиях речь? В основном это патологии твин-твин, когда имеется два сросшихся близнеца, допустим. И один является близнецом-насосом, который на себя перетягивает абсолютно все кровообращение. А другой при этом потихонечку, в общем-то, подвергается атрофии и отмирает. И есть пороки различные, очень много пороков. Поэтому, естественно, эта тема двигается в нашем центре. У нас в фитальной хирургии уже поставлена. У нас благодаря такому нашему, ну, я бы не сказала, агрессивному, но интенсивному внедрению, именно интенсивному внедрению новых технологий, они развиваются практически по горизонтали. Мы ее получаем, но мы не оставляем у себя и потом транслируем. А мы приглашаем всю страну в зал. В этом зале мы уже имеем вот карту, да, и по этой карте, если вы посмотрите, к сожалению, я ее не приготовила, вот она, да. Это все клиники нашей страны, они будут живьем присутствовать. То есть заведующие отделениями, заведующими кафедрами, они будут получать, как это обычно мы делаем, информацию из первых рук, из первых уст, принимая внимание и в интерактивах, и в лекциях, сами выступая. Периферии сейчас почти нет. Есть такие классные клиники, которые делают на своем уровне блестящие операции. По очевидным, извините, ключевым вопросом нашего конгресса будет, поскольку это конгресс репродуктивный, один из, загадка века, мое любимое заболевание эндометриоза. Приедут практически все самые крупные авторитеты, ну, ТУЗы, знаете, в области, которые в области разработки различных вопросов эндометриоза. Эндометриоза с позиции обследования, эндометриоза с позиции фундаментальных исследований, генетики, иммунологии, доклинического обследования, выявления ранней диагностики и так далее, масс-спектрометрии, очень многих моментов. Также эндометриоза с позиции новых хирургических технологий, а также эндометриоза с позиции реабилитации, Потому что не всегда удается эндометриоз полностью вылечить хирургически, даже с использованием самых классных хирургических технологий и в руках самых классных хирургов. Очень часто заболевание поражает глубоко органы или далеко распространяясь на диафрагмы, на легкие, на глаз, еще куда-то. И поэтому приходится иной раз выполнить экономную операцию, сохранив репродуктивную функцию и дальше проводя реабилитацию этой репродуктивной системы. Если говорить о миоме, мы знаем, что у каждой третьей женщины, которая идет по улице, у нее есть миома. Это доброкачественная опухоль. Конечно, не во всех случаях нужно оперировать этих пациентов, особенно в репродуктивном возрасте. То есть для того, чтобы оперировать миому, должны быть показания. Либо кровотечение, либо увеличение размеров опухоли, либо бесплодие, связанное с миомой, либо нарушение функции соседних органов. И очень сейчас очень важно, что наряду с традиционной нашей хирургической техникой, в том числе и лапароскопической и так далее, есть препараты новые, которые позволяют подготовить больную к операции. Представьте себе молодая женщина. У нее огромное количество узлов и большая миома. Более того, миома, которая вызывает кровотечение. Ее невозможно сразу взять на операционный стол, у нее низкий гемоглобин. Поэтому есть новые препараты, которые позволяют не только... Они действуют селективно на узел миоматозный. Они позволяют уменьшить размеры самой миомы. Буквально за 5-7 дней просто ликвидировать кровотечение. Тем самым способствуют повышению гемоглобина. И создают отличные условия для реконструктивной операции. То есть этих пациентов мы можем взять на операцию и оптимизировать хирургическое лечение. Есть другие технологии для лечения хирургического, в том числе для комплексного миом. Мы даже сейчас создали какие-то новые протоколы на эту тему. Шовные материалы, которые можно использовать не в стандартной хирургии, а для хирургического лечения миомы матки. Кстати сказать, вот вы говорите о новом в Конгрессе. Огромный блок касается репродукции и подготовки больных после реконструктивных операций к беременности. С помощью и хирургического, и гормонального лечения мы можем увеличить значительное число пациентов, у которых наступит беременность. Потому что хирургическое лечение и у женщин с пороками развития, допустим, двурогая матка, различные другие породки. Мы выполняем операцию с использованием новейших технологий. Гистера, лапароскопии, лазеров, сургитрона, новых энергий и так далее. А в послеоперационном периоде назначаем в плане реабилитации различные препараты, в том числе гормональные. Ну, я не люблю говорить о названии препаратов во время наших интервью. Но те, кто понимают медицине, они понимают, что сейчас речь идет о селективных препаратах, типа улепристаллацетата для лечения миомы матки, низкодозированных гормональных препаратов, прогестинов, например, дианогеста 2 мг для лечения эндометриоза, а также очень много новых гормональных контрацептивов, которые используются для лечения гинекологических заболеваний. И на нашем конгрессе будут специальные пленарные заседания, посвященные огромный блок бесплодию, специально вспомогательным репродуктивным технологиям. Там тоже есть вопросы. Глубина их и какие-то можно, какие-то нет проводить в зависимости от исходной ситуации. Огромный блок реконструктивной хирургии. Очень большое заседание, посвященное сочетанным гинекологическим заболеваниям. У 40% больных, Марин, вот у женщин, у которых миома, у 40% есть миома вместе с эндометриозом. А у половины из них и миома, и эндометриоз, и гиперплазия, и эндометрия. Но нельзя же идти по пути удаления всего. То есть мы на этом конгрессе даем специальный алгоритм введения этих больных с отчетанными доброкачественными гиперпластическими процессами. Мы пригласили человека из Индии, фамилию Пухтан Бекер. Он фантастический онкогинеколог и онкохирург. Мы пригласили людей из Франции. И самым ключевым гостем нашим будет наш Арно Латьес, который приезжает специально к нам. Конгресс такой, что просто, знаете, невозможно вот его описать в одном интервью. Нет, это просто преступление его не посетить. Вот посмотрите, я почти на всех конгрессах бываю, и везде я то в борде, то и лектор, или пленарная лекция, дискуссии веду и так далее, председательствую. Там очень много наших русских ученых ездит на такие конгрессы. Но проблема заключается, знаете, в чём? Очень дорого это всё обходится. Дорога, пребывание, лекции, которые, как всегда, как правило, на английском языке. Не все блестящие люди. А здесь все те же люди, которые там являются ключевыми, они все у нас. У нас с переводом, причём синхронным, с трансляцией операции, а у них этого и нету, с обсуждением этих проблем, да ещё с выдачей сертификата, да ещё с ознакомлением новых, потому что будет выставка, они это смогут посмотреть. Я рада тому, что статус нашего конгресса, как летнего, и наш этот зимний, который посвящён репродуктивной медицине, они как статус университета имеют. Ну, фактически, это образовательный процесс. Это образовательный. Это 3-4 дня интенсива такой. 4 дня интенсива. С трансляцией операции, с лекциями, с мастер-классами, с секционными заседаниями. В этот раз мы проведём также конкурс молодых учёных, совсем молодых. У нас сейчас потрясающие есть ребята, студенты, которые дают уму непостижимые доклады. И мы проведём даже конкурс среди них. Прекрасно. С призом? Да, найдём. Ну, приз, какой приз можно дать молодёжи? Возможность куда-то поехать. Ага, конечно. Да. Знаете, причаститься к какой-то научной работе важной. Это тоже приз. Это большое дело. Всеобъемлющий конгресс. Я желаю ему от имени Первого медицинского канала больших успехов. Всего вам доброго. Спасибо за содержательное интервью. Вы знаете, я в заключении, если я имею право сказать, конечно, я вам всегда рада, несмотря на то, что конец рабочего дня, уже близится Новый год, и всем утомлены и так далее. Но поскольку я являюсь как действительно создателем этого конгресса, я бы хотела сказать и обратиться ко всем, кто нас слушает и кто хочет действительно быть причастным к новому, к высокому, к красивому. Пусть они приезжают. Гинекологи, репродуктологи, онкологи, онкогинекологи, урогинекологи, проктогинекологи и даже эстетические гинекологи, потому что очень много перекосов в этом. А я вам желаю хорошего Нового года и всем слушателям, если они нас слушают, к нам прийти, но заранее лучше зарегистрироваться. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.